Здравствуйте, я Леонович Александр Владимирович. Приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы затронем такую тему, как посев мелких, практически полевидных семян цветов. Я занимаюсь многолетними травянистыми растениями, и поэтому, скажем, больше нюансов будет уделяться именно многолетним растениям, а не тем однолетникам, лобелиям и петуниям, которые, я думаю, уже на всех каналах вы насмотрелись. То есть есть свои особенности, есть какие-то общие детали. Вот мы начнем сеять, и вы разберете, что подходит к одним растениям, что не подходит к другим. Вначале для того, чтобы посеять семена, как и во всем, надо приготовить грунт. Подобрать лотки. Лотки должны быть обязательно со стеком, дырочки должны быть в лотках. Излишняя влага погубит ваши сеянцы. Для приготовления грунта для посева лучше брать грунты на основе верхового торфа. Они влагоемкие, мягкие, пышные такие, не препятствуют прорастанию семян. Безусловно, то есть каждый человек не будет создавать свои грунты. Любитель садовод, это только если большой питомник или предприятие. Поэтому проще взять обычный готовый уже грунт, как я говорю, на основе верхового торфа, и добавить к нему немножко агроперлита. Агроперлит есть во всех магазинах. Конечно, чаще всего во всех этих грунтах есть агроперлит. Агроперлит, вот мелкая фракция его включения, даже вот в этом грунте, который мы с вами используем. Но для рассады нужно процентов 20. Перлита, чтобы было в составе посевной земли, объяснял из-за чего? Из-за того, что всегда сеянцам нужна высокая влажность. Если высокой влажности не будет, вы понесете большие потери. Они сразу же взойдут и сразу же будут чувствовать себя плохо. Это приведет к потере определенного процента сеянцев. Поэтому замешиваем грунт обязательно с перлитом. Вот мы положили, как я говорил, 20%. 4 горсти земли из магазина и 1 горсть перлита. Перлит очень сильно пылит. Для того, чтобы с ним работать и не задохнуться, скажем так, лучше его сразу же полить. После того, как вы его полили, то есть уже проблем нет. Он не пылит, он уже хороший и он очень хорошо, как я вам говорил, удерживает влагу. Тщательно перемешиваем землю. Делаем ее достаточно влажной. Конечно же, с нее не вода текла, но чтобы она была очень влажная. И набиваем лотки. В отличие от крупных семян, здесь надо очень хорошо выровнять землю. Чтобы она была максимально-максимально почти что гладенькая. Глазенькая, но, как я вам говорил, не утрамбованная. Земля должна быть слегка плотной, для того, чтобы влага поднималась слегка в верхние слоя. Чтобы она не была как пух. Но с другой стороны, чтобы это не было деревенской дорогой. Сегодня мы с вами будем сеять многолетних такой, которому не нужна стратификация. Это мемюлис. Купреум или бронзовый. Вот он. Посмотрите, какие вот семена. И вот как эту пыль нам распределить на этот лоток. Для этого мы берем стакан. Клейстер уже готовый. Мы семена высыпаем в него. И благодаря тому, что он вязкий, семена не опускаются никуда. Они просто вот, посмотрите, они становятся внутри вот этого вот всего раствора. Они как в космосе висят. И, конечно, чтобы сеять из клейстера, мы используем обычный медицинский шприц. Дырка довольно-таки большая. Через нее эти мемюлисы пройдут мгновенно. Вот, скажем, где нет градации. Вот, посмотрите, семена. Они находятся в растворе практически по всему, по всему, по всему. Нет такого вот, что опустил я шприц, и они у меня куда-то все сползли. Сюда поднял шприц. Они тоже. Они находятся как во взвешенном состоянии. И поэтому мы спокойно берем и потихонечку-потихонечку начинаем сеять полосочками. То есть я не делаю, как рекомендуют, какие-то там вот ямки и все остальное. Объясню почему. Потому что семена многолетников я практически все засыпаю землей. То есть, возможно, петунии и лобелии и все остальное всходит на свету. Но большая часть многолетних семян, они всходят исключительно в темноте. Исключение составляет очень маленькая группа. Например, примулы всходят на свету. И им необходимо на свету стоять, то есть после посева. Манжетки всходят на свету. То есть каждое растение взойдет, ну не сказать, что отдельно. Но такой вот загущенности здесь не будет. Дальше, вот как я вам говорил, что я рекомендовал бы их засыпать. Хотя, конечно, говорят, мелкие семена надо сеять по поверхности грунта. Просто засыпать надо без фанатизма. То есть для этого достаточно взять песка и просеять через мелкое сито. Ну, то есть не совсем мелкое. Вот мы присыпаем. Потому что я говорю, что многие семена я уже сеял много раз, пытаясь не закрывать семена. Но с другой стороны, закрытие семян тонким слоем полезно с нескольких сторон. Во-первых, и как я вам говорил, многие семена просто не всходят без темноты. Они должны находиться в темноте. Второе, то есть семечко, оно будет находиться под тонким слоем песка всегда в относительно влажном состоянии. Даже влага из земли уходит наверх, она остановится на уровне песка. Во-первых. Во-вторых, песок всегда полезен от той же черной ножки. И после того, как вы посадили, засыпали, надо аккуратно полить. Вот. Песок еще раз больше разойдется во все стороны. И будет не такое. То есть вот, ну, даже видно, я думаю, на видео, что тут настолько незначительный слой, который можно, в общем-то, дальше еще, если вы видите, что, ну, где-то чуть больше песка насыпали. То есть его можно этим же пульверизатором размазать дальше по всей вот этой вот. Единственное, что я хотел бы сказать, используя такие вот вспомогательные штуки, как гель из крахмала, салфетки мы еще будем сесть на салфетке, я вам буду показывать. Я хоть песок и сыплю, говорю, что поможет от черной ножки, но все-таки ядохимикаты обязательны. То есть посеяли и любым фунгицидом системного действия пролили. Безусловно, если у вас посев происходит в квартире, то хотя бы слабым раствором марганцовки. То есть это необходимо. Это, во-первых. Во-вторых, еще хотел сказать такой вот нюанс. Многие говорят о том, что вот в этот вот раствор надо добавлять какие-то препараты, либо стимуляторы роста, либо удобрения. То есть, извините, пробовал это все добавлять. Но когда растение маленькое, молодые всходы, они лучше всходят практически на пустой почве. И только когда у них появляются корешки, листики, они требуют питания. То есть, как всегда я говорю и насчет маленького растения, и насчет большого. Когда растение растет, его нужно кормить. Когда растение не растет в покоящемся состоянии, его кормить не надо, потому что эта подкормка только приведет к тому, что, как говорят в народе, сгорело. Оно не сгорело. Просто все эти удобрения, они, с одной стороны, нужны растениям, но если концентрация удобрения больше, чем вот в этом маленьком ростке, они из него высосут просто всю влагу, и росток, соответственно, погибнет. Поэтому я рекомендую. То есть, только когда посеяли, и вот вы уже видите, они слегка начали наклевываться, тогда можно подкормить. Раствором золы, например, чайную ложку на литр воды поставить два дня настояли, вполне достаточно полить. То есть, зола помогает образоваться хорошему, крепкому корню. Если же вы видите, что они взошли, ну, реденько-реденько, вот есть еще такой хороший препарат, как... Ну, это не совсем тот препарат. Нужна гиберлиновая кислота. Гиберлиновая кислота, которая помогает растению, молодому проростку получить более энергию жизни. То есть, он заставляет его прорасти. Но так как она сама в чистом виде не продается, у нас в магазинах есть зависть, бутон, вот такие препараты, которые содержат эту кислоту, которая помогает пробудить. То есть, само семечко у многолетников есть такое, что они могут заснуть и не пробуждаться в ближайшие год, два, три. То есть, вы вот в землю вроде бы и чисто выплыли, а глядишь, там-сям сходят всякие многолетние сорняки те же. Просто семечко может долго ждать своего звездного часа. Хоть оно и набухшее, хоть оно в нормальном состоянии. И поэтому, когда вы видите, уже кое-где там, скажем, начали какие-то семена проклевываться, очень полезно пройтись с кислотой. То есть, значит, уже все остальные тоже готовы, но ждут какого-то старта своего, вот когда им дадут старт. Вот гиберлиновая кислота, это, скажем, старт для тех семян, которые хотели бы взойти, но могут передумать в этом году. Так, а сейчас я вам покажу семена, как можно посеять, для которых нужна стратификация. То есть, конечно, когда у вас немного семян, вы можете пойти просто в огород, взять какие-то ящички, что-то посеять. Но если вам надо большое количество и совсем малюсеньких семян сеять, то для этого есть, вот скажем, возможность поработать немножко и в тепле. Потому что, безусловно, на стратификацию надо растения садить, если не осенью, то, скажем, начало зимы, скажем, тут декабрь, январь. Вот как у нас, так и в январе в этом году можно было великолепно сеять. Но на улице это все равно. Холодно, ветер и неприятности. А маленькие семена кучами сеять нельзя. Если вы возьмете щепотку и насыпете, вы потом получите эффект тут куча, тут куча, а дальше ничего. Эта куча маленькая израстется, и, в общем-то, ничего хорошего из этого не будет. Поэтому предлагаю вам вот такое интересное мероприятие. То есть берете пакетик. Ну вот эти тысячники, они у нас практически для упаковки везде используются. Разрезаете его просто... Ну, почему я беру эти пакетики, они просто, вы можете сказать, можно пойти нарезать там обычного целлофана купить 3 метра в магазине, пускай тонкого, пускай какого-то, но вы сеете семена. Эти пакетики, в принципе, как считаются, дышащими. И это, скажем, утешает, по крайней мере, душу, даже если не особо помогает и семенам. Но, скажем, из опыта, обычный целлофан гораздо хуже переносится. Он начинает закисать, и становятся проблемы. То есть берете, ложите целлофанку эту, на нее ложите салфеточку. Берем, опять тот же клейстер наливаем. Берем семена сейчас чуть-чуть другого растения, которому нужна стратификация. Это пасконник. Перемешиваем хорошенечко. Засасываете в него семена. Вот семена. Джек, 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 джек. Практически вы можете даже чуть ли не по одному семечку это все распределить. То есть еще, вот они вылетели несколько, взяли их, чуть размазали дальше, чтобы их было... Ну, то есть это вы на земле не сделаете. После того, как вы это все сделали, вы закрываете их. Опырскиваете. Опырскиваете, я объясню для чего. То есть, с одной стороны, вы можете не опырскивать, если вы, скажем, эту работу сделали и сразу же поехали на дачу садить. Там в течение дня, двух, сеянцам хватит влаги. Но, понимаете, вы можете этим заниматься практически целую неделю у себя дома, а потом поехать на дачу и одновременно все посеять. То есть не так, что посеяли. Вот, вы видите, вот так они и будут практически всходить, эти семена. Ложите следующую салфетку и также заполняете ее эти семенами. И закрываете следующим пакетом. И так вы можете работать практически целый день. То есть вы сеете, ложите, сеете, ложите. Я еще, скажем, на пластике делаю, скажем, когда вот насеял, скажем, 10-5 таких, в зависимости от того, сколько мне надо посева этого растения. То есть ложу этикетку. Потом вы едете на дачу или где вы это будете сеять. Потому что все-таки стратификация, в квартире ее сложно сделать. Это надо заставить весь холодильник лотками. Но родные все-таки хотят, чтобы холодильник был для еды, а не для цветов. Поэтому, когда вы это все сделали, высеяли, вы приезжаете на дачу, набиваете лотки и начинаете посев. Сейчас я вам покажу, как делается этот посев. У вас будут салфетки уже мокрые. Вы берете салфетку, ложите на грунт. То есть, например, когда у вас вот такой лоток, вы можете из таких салфеток выложить его всего. Но так как мы с вами подготовили две салфетки, чтобы наглядно показать, как это все делается. Вот, видите, вы без проблем распределили растения так, что они друг другу мешать не будут. Хотите, вы можете сеять еще их реже. То есть, я посеял таким способом. Если вы их собираетесь вообще пикировать, то есть, я их посеял таким способом, чтобы их распикировать, когда у них появится один-два настоящих листка. Вы же можете их посадить гораздо реже и распикировать чуть ли не в середине лета, когда у вас будут уже готовые хорошие саженцы. После того, как вы разложили в лотке эти растения, обязательно ложите этикетку на ваши вот эти растения. И так же, как и предыдущие, вы засыпаете песком. И еще, для того, чтобы засыпать песком, хочу сказать, что песок должен быть, во-первых, чуть-чуть влажноватый. Объясню почему. Потому что, если вы песок положите в сито и поставите на семя, оно просто возьмет и весь высыпется, как в песочных часах. Это, во-первых, песок должен быть влажноватый. Второе, должна быть крупная ячейка. Через меленькую ячейку вы очень долго мучаетесь. Если земля утрамбовалась, тогда все эти лотки выносятся наружу. То есть выносятся в открытое поле, на агроткань, на черную ставится, и накрываются несколькими слоями спонбонда. Для чего слоями спонбонда накрывается? Для того, чтобы ветер их не гонял. Во-вторых, для того, чтобы тепло было. Семена для тертификации температуры не должна опускаться, скажем, ниже там минус 2, 3, 5. Для них это критически. То есть когда семечко набухшее, оно уже подвержено промерзанию сильному. Поэтому вы накрываете двумя-тремя слоями толстого спонбонда. И под этим спонбондом, даже если температура без снега будет минус 5, а то и минус 10, семечки спокойно переносят эту температуру на открытом воздухе. Ну, в общем-то и все. Может что-то сумбурно и непонятно. Ну, вот эти, которым не надо, стратификация, вы можете на подоконник. Вот это тому, кому надо, можно еще успеть на улицу поставить, чтобы они немножко там вот решили проклюнуться. А в общем-то на сегодня все. Если у вас есть какие-то вопросы, в спорах рождается истина, возможно, что-то вам понравилось, что-то вы делаете по-другому, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Мы с удовольствием будем с вами вести дальше беседу. И до новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова